Итак, позвольте перейти ко второй части нашего судебного заседания, а именно заседание по делу о мышечно-инвазивном мочевом пузыре, раке мочевого пузыря. Председательствующий судья, судья из лидера молодежно-экспертной комиссии, Беркут Мария Владимировна. Благодарю за представление. Скажите, пожалуйста, свидетель, обвинитель и адвокат по делу присутствуют в зале? Тогда просим пройти к трибуне обвинителя. Гаек Саркисович, цистектомия, золотой стандарт лечения рака мочевого пузыря. С мышечной инвазией. Как быстро вы из адвоката в обвинитель? Бывает такое в жизни. Это армяне. Это лестница или лифт карьерный. Цистектомия, золотой стандарт лечения рака мочевого пузыря. Я, как обвинитель, не буду восхвалять цистектомию. Я всеми своими силами и действиями буду говорить про неэффективность тримодальной терапии. Динамика заболеваемости рака мочевого пузыря нам известна. За последние 10 лет неуклонный рост. В России в среднем 50% это рак первой стадии и 50% мышечный инвазивный процесс. Где-то в некоторых регионах ситуация лучше, в некоторых похуже. Критерии отбора на тримодальную терапию нам видятся так. Это отказ пациента от цистектомии, возможность проведения химиотерапии. И как альтернативный метод вместо радикальной цистектомии с хорошим качеством жизни. Мне кажется, выглядит неплохо. Что получаем в реальной практике? Исходы тримодальной терапии. Два исследования. В одном 20% случаев после тримодальной терапии спасительная цистектомия. И нежелательное явление третьей-четвертой степени в 30% случаев. В другом исследовании риск спасительной цистектомии через 5 лет составил порядка 30%. Простите, это каждый третий приходит к цистектомии. Другие авторы говорят, что посттримодальная цистектомия связана с более высоким риском общих и серьезных поздних осложнений, чем первичная цистектомия. Наш пациент, реальный клинический случай. Пациент после тримодальной терапии. Нами выполняется 2 года назад спасительная цистектомия лапароскопической, своеобразной гетеротопической или цистопластикой. Осложнения пошли первые сутки. Несостоятельность механического шва кондуита. Перфорация лоханки левой почки с тентом. Фибрин был. Мочевой перитонит. Первые проявления решили вопрос. Кондуит сохранили. Четвертые сутки. Стрессовая язва точек кишки 90 см от троицы каловый разлитой перитонит с фибрином. Седьмые сутки. Несостоятельность межкишечного анастомоза. Снова разлитой каловый перитонит. Наложен уобразный компрессионный анастомоз энтеростома. Девятые сутки. Несостоятельность нашего компрессионного анастомоза. Сформирована концевая илиостома. Четырнадцать сутки. Некроз энтеростомы с миграцией в брюшную полость. Тридцать пятые сутки некроз слепой кишки с формированием на кожного свища. Двухсторонняя пневмония и токсический гепатит не считаем. На сорок пятые сутки пациент выписан домой. Умер через три месяца после инфаркта миокарда. Вот это реально клиническая ситуация. Пациент лапароскопическая цистоктомия после тримодальной терапии. Как мы видим, системная реакция некроза кишки. Ну, вот такой исход. Тримодальная терапия. Кому и как. Очередное исследование, которое... Критерий отбора для тримодальной терапии цистоктомии. Пациентам была выполнена тримодальная терапия. У пациентов без полного ответа на тримодальную терапию была выполнена спасительная радикальная цистоктомия. И авторы делают вывод, что тримодальная терапия это круто. Но нужно выполнять только избранным пациентам. А как избрать этих самих избранных? Какие критерии отбора? То есть, в этом исследовании критерия отбора для цистоктомии было отсутствие полного ответа на тримодальную терапию. Ну, хотя бы такой критерий. Тримодал кому и как. Очередное исследование, оно мне больше всех понравилось. Оно такое более адресное. Выводы данного исследования, что у пациентов, которым был назначен цисплатин и диаметром опухоли менее 3 см, тримодальная терапия обеспечивает превосходное качество жизни. А у пациентов с опухоли больше 5 см, тримодальная терапия приводит к неприемлемым и плохим результатам лечения. При попиллярной опухоли определить ее, она 3 см или 5 см, для этого нужны специальные инструменты. Без цисплатина нет тримодала. Но в реальной клинической практике менее 20% пациентов получают цисплатин, содержащую химиотерапию. Это критерий выбора химиотерапии, это нам всем известно. Гидронефроз. Уротерогидронефроз, как мы знаем, это независимый предиктор негативного прогноза. И уротерогидронефроз прогностический индигатор выживаемости. Применение тримодальной терапии у пациентов с уротерогидронефрозом продемонстрировало более худшие результаты по сравнению с цистоктомией. И можно сделать вывод, что метод выбора лечения пациентов с уротерогидронефрозом – это цистоктомия после нефростомы и курсов неодеванной химиотерапии. Но, как мы знаем, у каждого пятого пациента в реальной клинической практике имеется односторонний или двухсторонний уротерогидронефроз. ПТ-2 или ПТ-3. На сегодняшний день я провел исследование, поиск исследований, и я не нашел данных о частоте кроссовера патологоанатомической стадии Т2 или Т3. Но мы же понимаем, когда мы устанавливаем диагноз, это вообще очень большой вопрос – это ПТ-2 или ПТ-3. Но мы понимаем, что тримодальную терапию лучше проводить с ПТ-2. А как же понять – это Т2 или Т3? Вопросы не закрыты. Что должна включать в себя тримодальная терапия? Данное исследование очередное 2020 года. Авторы публикают, что идеальный пациент для тримодальной терапии – это небольшой объем Т2, отказ от цистоктомии, отсутствие гидронефроза и максимальная трансуратуральная резекция при регулярном наблюдении. И эти авторы в своих выводах делают еще акцент на технику трансуратуральной резекции. Про технику трансуратуральной резекции мы вообще не говорим никогда. Про технику трансуратуральной резекции я здесь допустил себе личный совет. Это прежде всего иметь хороший электрохирургический блок, это однозначно, Full HD камера, как минимум биполярный инструмент и тур до паразикальной клетчатки. Вот в такой ситуации, мне кажется, имеем смысл говорить о тримодальной терапии. Но трансуратуральную резекцию, когда делают онкологи, это я еще понимаю, до паразикальной клетчатки это для нас нормально. Когда делают тур по поводу рака мочевого пузыря, доктора, занимающиеся онкоурологией, но выходцы из урологов, для такого уролога самое главное не провалиться в мочевой пузырь. И он до паразикальной клетчатки практически никогда тур не делает, поэтому имеется дисбаланс именно техники трансуратуральной резекции, когда мы пытаемся заниматься органно-сохранным лечением рака мочевого пузыря. Что реально включает тримодальную терапию у нас в России? Вот такую книжку, я думаю, что все мы видели, ежегодно, каждый раз мы новую держим в руках. Я вот выделил колонку химия-лучевая терапия, то есть без хирургического, не комбинированного. Смотрите, в некоторых регионах 40%, 22%, 28%. То есть мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря лечится в некоторых регионах до сих пор только химио-лучевой методами, без хирургического. А в некоторых регионах, в основном на самом деле вот эта колонка 0,0%, то есть все ушли. Но вот эти регионы, я специально их закрыл, мы же в суде и без фамильярности. То есть 40% это достаточно много. И мы не можем сейчас говорить об альтернативных методах лечения, где настолько разношерстная ситуация в России. То есть давайте научимся лечить классическим золотым стандартом раком мочевого пузыря, как оно должно будет. И когда все регионы научатся, тогда будем говорить об альтернативах в виде тримодальной терапии. И завершая доклад, доклад критериями отбора на тримодальную терапию, которые исходят из имеющихся уже данных. Это прежде всего категорический отказ пациента от цистоктомии, но при согласии пациента на возможные неблагоприятные исходы. Я считаю, что отказ от медицинского вмешательства должен выглядеть не отказом, а этот документ должен называться следующим образом. Отказ от вмешательства, но согласие на то-то-то, потому что наши пациенты от чего-то отказываются, но мы не говорим. Давайте тогда ты, родной наш, согласись на такие-таки варианты исходы, на такие-таки осложнения тримодальной терапии. Под это он не подписывается. Затем, возможность проведения только цисплатина, отсутствие гидронефроза и хронической почечной недостаточности, ПТ2, размер опухоли менее 3 см, адекватный тур до паразикальной клетчатки, адекватные курсы химиотерапии и хорошая лучевая терапия, регулярное наблюдение этого пациента в одних руках и полный ответ на неодевательную химиотерапию, лучевую терапию. И спрашивается, при таких критериях, сколько пациентов у нас будет для проведения тримодальной терапии? Спасибо за внимание. Я хотел завершить доклад, что радикальная цистектомия – это золотой стандарт лечения рака мочевого пузыря, а ваши органы, сберегающие штучки, здесь не пройдут. Спасибо большое, Гаек Саркисович. Все-таки суду решает, какие штучки сегодня здесь пройдут. У кого, уважаемые коллеги, есть вопросы к обвинетелям? У меня есть несколько уточняющих вопросов. Не могли бы Вы уточнить, в связи с чем пациенту, которого Вы так красиво демонстрировали на данном экране, была потребность проведения цистектомии после тримодального лечения? Почему другие варианты лечения Вы не предложили этому пациенту? Инвазивный рецидив? Других вариантов лечения не было? Нет. А как же там лекарственная терапия? Сочетание лекарственной терапии? Понимаете, сочетание лекарственной терапии – это же не метастатический процесс, а это локальный инвазивный рецидив. После проведенных курсов неодневматной химиотерапии, лучевой терапии и трансраторальной резекции, если у пациента инвазивный рецидив до больше 5-6-7 см неметастатического характера, мы приняли решение выполнить ему радикальную цистектомию. Хорошо. Радикальную цистектомию с деривацией. В чём была вызвана потребность в гетеротопической деривации? Вы всегда после лучевой терапии формируете деривацию? Нет, не всегда. Но этот пациент индекс коморбидности был достаточно приемлем для выполнения деривации мочи. Сколько прошло времени после лучевой терапии до момента деривации? 5 лет. 5 лет? Да. Хорошо. Подождите, у меня ещё, кстати, такая поправка, извините. Чтобы присяжные и люди с неустойчивой психикой, которую здесь подавляющее меньшинство, понимали, демонстрация страшных случаев не является аргументом, либо контраргументом в ту или иную направленность. Потому что ваши оппоненты, которых с нетерпением мы ждём, точно так же могут нам продемонстрировать страшные картины. Это так, чтобы это ни в коей мере не влияло на ваше восприятие ситуации. Спасибо, а так очень хорошо. Спасибо.